Привет всем! Как всегда для вас хорошие новости. Почему хорошие? Если вспомнить название обложки, посмотрите видео до конца и вы поймете, что новости в самом деле хорошие. Итак, я вынужден сообщить вам, что отказываюсь от перехода на яхте из Южной Испании через Канарский архипелаг до Доминиканской Республики. Произошло вот что. Я вынужден отказаться от этого перехода по состоянию здоровья. Несколько недель назад я попал в автомобильную аварию. Я не виноват, машина стояла, меня ударили. Немного пострадал автомобиль, но больше получается пострадал я. Сильный вывих плеча, ушиб левого колена, проблема шеи, головокружение, головные боли. Мой врач настоятельно рекомендовал никуда не ехать, потому что он, как он мне сказал, в таком состоянии я тебя за последние 16 лет еще не видел. Восстанавливайся. Я взял от головы на работе и сейчас занимаюсь тем, что занимаюсь своим здоровьем, восстанавливаю свое здоровье. Кроме того, некоторые вещи в процессе общения с судовладельцем меня, мягко говоря, не радовали. Он обратился ко мне несколько месяцев назад, месяцев 5-6 назад, с просьбой проконсультировать его по поводу поведения яхты для таких-то целей, которые он собирался купить для своей семьи, но и дальше пойти вокруг света. Я помогал ему как мог, он когда купил ту яхту, аромоцементную, которую вы все видели, и пригласил меня поучаствовать в переходе из Испании до Кариб. Первые вопросы, которые у меня возникли, это самый главный, что там со спасательными средствами и есть ли авторулевой, потому что салфстеринга на ней я не увидел. Он сказал, что авторулевой есть, но он не подключен, что меня насторожило, потому что авторулевой, если он есть, он и работает, и не работает. Последние мои два перехода вы видели, он был, он некорректно работал, а потом просто умер. Я ему настоятельно, судовладельцу рекомендовал взять специалиста, хорошего специалиста, не заниматься этим самому, потому что нужен опыт, во-первых, подключить, во-вторых, проверить, как на разных курсах авторулевой работает. И также рекомендовал, когда он мне ответил, что спасательные плоды есть, но не свидетельствовал, он взять его и отнести в мастерскую для того, чтобы в сертифицированной мастерской его свидетельствование, потому что нам нужен сертификат. Если кто-либо из пассажиров спросит, так, ребята, покажите нам, что у вас есть из спасательных средств, мы должны положительно закрыть эту тему. Я нахожу пассажиров, с трудом, надо полагать. Многие из вас отказались, и я прекрасно понимаю, ребята, почему. Когда на вопрос ваш я отвечал, что на борту уже есть семья из пяти человек, и среди них грудной ребенок, многие из вас с улыбкой отказались. Сказали, нет, в следующий раз. Я прекрасно понимаю, что вы имели в виду. Попутчики на три месяца перехода, или даже больше, не очень, конечно, спокойные. Ну и надо отдать должное. Некоторые из вас согласились. Я искренне вам благодарен. С вами заключены договора уже, и были оговорены сроки. Но здесь обстоятельства, как говорится, бывают иногда выше нас. Здесь вы, готовясь к перегону, начали забрасывать у меня вопросами и ссылками на видео судовладельца. И Сергей, что происходит? Посмотри, что он делает. Мы что, вот так и пойдем? Я открыл первую ссылку, посмотрел. Все нормально, читается. Все, сенсоры хорошие, мы читаем. В нем три сенсора. И они читаются. Вот наш автопилот. Он лежит здесь. А что у нас внутри? Наш автопилот это Ардуино. Ну, вот такая вот незадейливая была собрана в 2 часа ночи схема. Вот он будет пролить по ветру нашей яхтой. Признаюсь, мне нравятся хендимены, мне нравятся очумелые ручки. Но не тогда, когда касается это яхтинга и тем более вопросов безопасности. Он пытается на коленке, на яхте, из подручных средств сделать авторулевой. Авторулевой для яхты 60 футов с перспективой перехода с детьми на Кариб. 5 тысяч рублей. Думаю, окей, хорошо. Приеду, разберусь. Одной проблемой и больше. И здесь мне присылают вторую ссылку с вопросом, Серега, это не ты ему рекомендовал это сделать? Я открываю, и здесь у меня совсем портится настроение. И что вы с этим делаете? Ну, возможно, не закрывайся. О, нифига себе, что это такое? Весла, грести. Можно в теннис еще играть? Да, можно еще по жопе бить. Парень открыл спасательный плот и играет его содержимое. Мне взгрустнулось. Думаю, так, приеду, придется еще заниматься спасательным плотом. Возможно, даже придется самому заплатить за его освидетельствование, потому что в море мы без него не пойдем. Но здесь случилось то, что случилось. Я благодарен своим ангелам-хранителям, которые они у меня есть, и моему покровителю, к которому я часто обращаюсь, которого я люблю и отношусь к нему с уважением. Здесь получилось то, что получилось. И я сейчас с радостью говорю о том, что я вынужден откажаться от этого перехода по состоянию здоровья. Приношу свои извинения перед пассажирами, с которыми у нас уже заключены договора. Ребята, проблем не будет. В следующем году я предоставлю вам возможность пройти со мной. И уже, поверьте мне, детей на борту не будет. И большой семьи судово деться. Это будут совсем другие условия. И если маршрут будет не точно таким, но он будет не менее интересным, поверьте мне. А пока, пожалуйста, пришлите мне свои почтовые адреса, потому что как только книга моя будет готова, я вам ее пришлю с дарственной, благодарственной надписью и с извинениями за то, что переход, на который вы рассчитывали, к Новому году и к Рождеству, не получился не по моей вине. Но поверьте мне, как мне подсказывает интуиция, это хорошо. Потому что... Потому что самому открывать спасательный плод для того, чтобы поиграть его содержимым, это примерно напоминает, знаете мне, что... Я захотел прыгнуть с парашютом, а у меня есть это желание, я обязательно это сделаю, реализую. Я прихожу в клуб, передо мной раскидывают на лужайке парашют, предлагают его собрать и с ним же прыгнуть. Я, наверное, откажусь. Так вот, этот парень, судовладелец, начинающий моряк, примерно поставил у меня в такие условия. Он сейчас разобрал спасательный плод, и он, наверное, думал, что я соберусь с ним и поеду, после того, как он поиграл его содержимым. Я собирался это сделать все за свой счет и как-то решить эту проблему. Но сейчас я с удовольствием отдаю эту ситуацию на откуп судовладельцу, и очень надеюсь, что в процессе набора опыта им его семья не пострадает. Как и лодка. Хотя они уже сидели там, насколько я помню, на мели и не один раз. Ну, так что набирайся дорогой опыта, тебе он понадобится, и очень надеюсь, что члены твоей семьи, когда ты будешь это делать, как и лодка, не пострадают. Ко всем вам, последний раз, извините еще раз, обращаясь к своим пассажирам, что так произошло. Поверьте мне, это к лучшему. Жду от вас. Свяжитесь со мной, пришлите все свои домашние адреса. Я в ближайшее время отправлю вам книгу, как только она будет готова. Люблю вас. И с удовольствием делаю все, что я для вас делаю. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok